Причины возникновения бессонницы. Что такое бессонница? Бессонница или инсомния, это нарушение сна, которое обусловлено недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна на протяжении значительного периода времени. Причины возникновения бессонницы. Как причина нарушений сна могут выступать множество факторов. Индивидуальные свойства психики человека. Впечатлительные, мнительные люди легко сбиваются с привычного режима сна и бодрствования. При хронической бессоннице часто причиной являются соматические заболевания. Это могут быть опухоли головного мозга, эндокринные заболевания, болезни сердечно-сосудистые и нервные систем, психические расстройства, заболевания желудочно-кишечного тракта и другое. Злоупотребление лекарственными препаратами, особенно в случаях самолечения, избыточный прием кофеин содержащих напитков. Чай, кофе, энергетические тоники, а также алкоголи или наркотиков. Неадекватный процесс подготовки ко сну, неудачно выбранное место и время для сна, поздний прием пищи. Как лечить бессонницу. Самое эффективное лечение, пятиологическое, то есть ликвидация причины возникновения нарушения сна. Учитывая многообразие причин развития бессонницы, мы имеем и большой спектр методов воздействия на процесс сна. Психотерапия, физиобольнеотерапия, лечение травами и бодами, терапия основного заболевания, коррекция образа жизни, формирование правильного активно-двигательного режима и режима питания, отказ от вредных привычек. При этом формирование здорового образа жизни является еще и профилактикой развития нарушений сна. Какие травы применяются для улучшения сна. Основные травы, используемые в сборах для лечения и профилактики инсумнии, имеют еще ряд дополнительных свойств, которые позволяют лечить и сопутствующие заболевания, показания. Корень валериана, бессонница, невроз и раздражительность, эпилепсия, мигрень, запоры, климакс. Листья мяты, бессонница, невроз и раздражительность, стенокардия, стоматиты, нарушение пищеварения, холецистит, желчекаменная болезнь, геморрои, заболевания верхних дыхательных путей. Шишки хмеля, невроз и раздражительность, бессонница, заболевания нервной системы, отеки, язвенная болезнь, воспалительные заболевания почек, мочевого и желчного пузырей, тромбофлебит, гельминтоза, климакс. Трава пустырника, начальная стадия артериальной гипертензии, тахикардия, язвенная болезнь желудка, невроз и раздражительность, истерия, климакс и болезненная менструация. Как лучше принимать травы, по отдельности или вместе? Можно и по отдельности и в сборах. Однако, в сборах, по моему мнению, не должно быть много трав, должно быть не более пяти видов трав. Тогда сбор работает более эффективно. В чем отличие чая сладкий сон от других седативных сборов? В отличие от многих седативных сборов в состав фито-чая сладкий сон входит мелиса, которая обладает также успокаивающим действием, снимает спазм гладкой мускулатуры, снижает отдышку и частоту сердечных сокращений. Состав довольно хорошо сбалансирован по составу и пропорциям доли трав. На этом все, до скорой встречи, подписывайтесь на мой канал.